Сначала в Иловайске, затем в Харцизске, а теперь вот и в Зугрессе произведут ремонт асфальтового покрытия во дворах многоэтажек. Не все, конечно, но самые проблемные участки внутриквартальных дорог в городе энергетиков вскоре тоже будут восстановлены. Выделенные из бюджета средства на ремонт внутриквартальных дорог в Зугрессе 1,2 млн. рублей позволят отремонтировать 1200 квадратных метров дорожного полотна. Вчера работы велись по улице Корниенко. Это центральная часть города. Частично залатают выбоины также еще на двух улицах. На этот год запланировано и уже выполняется асфальтирование внутриквартальных дорог. Это по улице Корниенко, улица Пушкина, между домами 7 и 5, и между домом 8 и 10. И также по улице 60 лет Октября, Зугресс 2. Ремонт внутриквартальных дорог в Зугрессе был начат две недели назад. Работы выполняет макеевский подрядчик. С первым этапом ремонта фрезерованием бригада рабочих уже справилась на каждом из трех объектов. Впереди основная и самая важная часть – укладка асфальта. У нас, допустим, по Корниенко – это вообще наш кричащий участок. Это у нас там проводятся и мероприятия памятные. 9 мая, день освобождения Донбасса. И эта дорога на пляж, на наш садик там. И была она в ужасном состоянии. И, ну, хотелось бы, конечно, больше, и хотелось бы другие участки. Но так как программа бы разразумевала только внутриквартальные дороги, выбраны именно те участки, которые сейчас есть. Но это, опять же, это не все те, которые мы хотели сделать. Мы надеемся на дальнейшее финансирование. И как только оно будет, мы приступим к ремонту и других участков. Чтобы залатать ямы во дворах, подрядчик привез в Зугресс свою спецтехнику. Выполнить работы в полном объеме обязуется до конца недели. В прошлые четырех они начали фрезеровать, положили асфальт в субботу на Корниенко. У нас большая проблема – это кадры. Не хватает людей. Этот подрядчик ведет работы и в Новоазовске, и в Макеевке. После того, как мы поговорили с подрядчиком, он пообещал нам в краткий срок закончить наши дороги. Что же касается ремонта городских дорог, все также зависит от финансирования. Из государственной казны денег на эти виды работ пока не выделено.